Центром всей Библии является весть об Иисусе Христе, и, соответственно, мы не ошибаемся в том, что центром нашей проповеди, нашего благовестия является Иисус Христос и то, что Бог сделал через Него. Сегодня, в первое воскресенье месяца, мы с вами особенно подчеркиваем то, что Бог сделал для нашего спасения через Иисуса Христа. Мы имеем в виду Его смерть и страдания. И поэтому мы обращаемся к библейским страницам, читая о том великом подвиге, который совершил Христос ради нас. Мне вместе с вами хочется прославить нашего Господа за этот труд любви, нашего спасения, прочитав из книги «Псалтырь» 21-й Псалом. Начальник ухора при появлении зари. Псалом Давида. «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой! Я вопию днем, и Ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но Ты, святый, живешь среди словословий Израиля. На Тебя уповали отцы наши. Уповали, и Ты избавлял их». «К Тебе взывали они, и были спасаемы. На Тебя уповали, и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говоря устами, кивая головою. Он уповал на Господа. Пусть избавит его. Пусть спасет, если он угоден ему». Одиннадцатый стих, вторая часть. «От чрева матери моей Ты, Бог мой, не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода. Все кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прильнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Интересный псалом. Здесь написано, что это псалом Давида. Но в Библии достаточно много пророческих мест. И этот псалом относится к категории мессианских. То есть это пророческое слово о Мессии. И здесь речь идет не столько о страданиях Давида. Мы не найдем в его жизни подобных моментов, которые описаны здесь. Действительно, Давид, как даже Новый Завет нам подчеркивает, будучи пророком, достаточно много говорил об Иисусе Христе. И действительно, Иисус Христос – это единственный, с кем действительно можно сравнить написанное здесь. Очень много перекликается с Новым Заветом, с текстами Евангелий, которые повествуют о страдании Христа, буквально даже в словах. Буквально даже фразы, которые находятся в этом псалме, а записаны они Давидом были примерно за тысячу лет до рождения Христа, до событий страданий Христа. Но вот настолько удивительно, что даже совпадают фразы. Со второго стиха мы читаем «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» И сразу вспоминаются слова Иисуса Христа, записанные о его страданиях. Мы читаем о том, что тут люди, которые находятся рядом, они вот так реагируют на происходящее, как в девятом стихе. «Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». И тоже эти слова говорили, находящиеся возле креста, на котором был распад Христос. Они тоже вот так вот выражали сомнения, вот такие насмешки над Христом. Здесь мы читаем о том, что пронзили руки мои и ноги мои. Тоже это не в жизни Давида такое было, но это было буквально в жизни Иисуса Христа. «Делят ризы мои между собой», 19 стих. «И об одежде моей бросают жребий». Это тоже пророческие слова о том, как римские войны делили между собою одежды Иисуса Христа. Итак, это действительно мессианский псалом, действительно это описание того, что происходило с Иисусом Христом. И мне нравится смотреть на этот псалом с такой точки зрения, что четыре евангелиста, они описали взгляд с земли на крест, а этот пророческий псалом описывает взгляд со креста на то, что происходит, на то, что Христос переживал и на то, что происходило вот там, у подножия креста. И этот псалом обращает наше внимание на то, для чего все это происходило. Дает нам вот такой взгляд на страдания нашего Господа. Мы видим, что здесь у Христа страдания и духовные, и душевные, и физические. Вот эта духовная боль, вот это духовное переживание выражено в самых первых стихах. «Боже мой, для чего ты оставил меня?» И нет, наверное, никакой мысли страшнее, чем то, что Бог оставил человека. С этой мысли рушатся все надежды в жизни. Исчезает всякая опора, на чем бы мог человек основывать свою жизнь, на что он мог бы надеяться. Если Бог оставил, что дальше? Кто поможет? Где искать выход? В ком? В чем? «Боже мой, для чего ты оставил меня?» И мы с вами догадываемся, что, с одной стороны, это вопрос, почему Бог предал на вот такие страдания и мучения. С другой стороны, мы понимаем, что на Иисуса Христа был возложен грех всего человечества, всех поколений Земли. «Грех мой, грех ваш, не один, а все, все до единого были возложены на Иисуса Христа». И это, конечно же, очень и очень и очень тяжело, прежде всего, духовно. «Для чего ты оставил меня?» Но интересно, что подобные переживания встречаются и в нашей жизни. И к нам, даже достаточно глубоко верующим людям, бывает, приходит такая мысль, что, кажется, Бог забыл. Кажется, Бог оставил. Возможно, это потому, что я грешник. Удивительно для меня было прочитать однажды, что даже у людей, наиболее посвященных Господу, я сейчас не имею в виду Иисуса Христа самого, а людей, которые действительно много послужили Богу, были такие мысли, что Бог их оставил. Некоторые из них – это слова известного миссионера одного, который действительно тоже очень много потрудился для славы Божьей, много благовествовал, многих людей привел к Богу. То он описывал, что вот предо мною как будто какая-то темнота, неизвестность. Я страшусь того, что впереди. Я не вижу какого-то выхода в этой ситуации. И где же тут Бог? Вполне возможно, что каждый человек, уже даже верующий, все равно проходит испытание на вот эту веру, надежду, упование на Бога. Даже когда ничего не видно. И вот это как раз этот момент, когда испытывается моя вера и ваша вера. Когда видно, что все хорошо, что вот там впереди будет лучше, вот выход уже, кажется, почти в наших руках, в поле нашего зрения, тогда и испытания нашей веры нет, потому что мы уже видим. А вера как раз способна идти дальше за пределы того, что вот перед нашими глазами. Вот это настоящая вера. И все, возможно, или практически все христиане в своей жизни имеют такие испытания, подобные тому, как прошел Христос. И это испытание выражено в таких словах. «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Но мы, подобно Иисусу Христу, знаем, на кого наша надежда. Что хотя это, возможно, на время кажется, что Бог оставил, что Бог сейчас сокрыл нас, но все же это не навсегда. Мы очень радуемся тому, что действительно Бог обещал не оставлять нас и не сокрывать свое лицо от нас навечно. Господь, когда мы пройдем это испытание, снова откроет, снова покажет. И мы снова увидим то, для чего была эта борьба и это страдание. Так же, как это было с Иисусом Христом. Иисус Христос, как человек, проходил испытания полностью. И духовно, и душевно мы видим, насколько это неприятно, насколько это больно, насколько это унизительно, то, что делали люди с Иисусом Христом. Они Его и физически избили, они над Ним насмехались, приветствовали Его как царя, это было ранее описываемых здесь событий. Но здесь они насмехаются над Ним, говоря, что вот Он тут заявлял, что Он угоден Богу. Так вот пусть Бог Его и спасет, посмотрим, как это будет. Ну и, конечно же, они созерцали, как Христос умирал, и вот тут своей гордости, дерзости, они считали, что Христос явно не угоден Богу, потому что Бог ничего, кажется, не делает. Вообще, эта вся картина выглядела, как будто бы, ну вот, звери собрались там у подножия креста, как они там скачут, прыгают. Здесь описаны с 13 стиха такие слова. Множество тельцов обступили меня, тучные вассанские окружили меня. Вот это как стадо каких-то вот быков, которое тут веселится, прыгает. Это похоже было на то, как было стадо львов, которые ждут добычи, рычат, потому что они голодные, потому что они хотят атаковать, они будут нападать и будут терзать. 15-14 стих «Раскрыли на меня пасть свою, как лев алчущий добычи и рыкающий». 18 стих говорит, что можно было бы пересчитать все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Они цирк тут устроили, вот тут перед ними вот тот, над кем можно посмеяться, но клоун какой-то, вот над ним можно порадоваться о его страданиях. Мы понимаем, до какого глубины издевательства доходили люди и в тот момент над Христом. Это действительно с душевной точки зрения очень серьезное испытание. Христос претерпевал и физические боли. Написано в 15 стихе «Я пролился, как вода». «Все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей». То есть это и сердечные боли, ну как мы можем это образно сказать, разрывалось сердце, тяжело было очень дышать, каждый вдох при такой казни, он очень мучителен, даже физически. 16 стих «Сила моя иссохла, как черепок, язык мой приткнул гортани моей, и ты свел меня к персти смертной». Со всех сторон Иисуса Христа ждут мучения, боли, скорби, переживания. И это Господь проходит, и мы понимаем, для чего Господь вот так поступил. Мы знаем, это ради меня и ради каждого человека на земле. Но этот псалом не заканчивается на страданиях. С 20 стиха мы видим снова обращение к Господу, но это уже обращение надежды, это просьба о помощи, о поддержке. И действительно это меняет все в этом, и в псалме, и во всяком страдании. 20 стиха «Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою, спаси меня от пасти льва и от врагов единорогов, избавь меня». И снова, еще больше надежды мы увидим в последней части этого псалма, этого, можно сказать, гимна. От и страданий, но и надежды, и восхваления. Мы увидим смысл, ради чего это все происходило. И этот смысл знает и видит Христос. Для Него это не было бесполезным, для Него не были бессмысленные страдания. Он знал, ради чего Он идет на это. Он сделал свой выбор ради нас и для славы Божьей. 23 стиха мы читаем. «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». Он говорит здесь о братьях. И подразумеваются и сестры, а это мы с вами сегодня, христиане. Мы братья и сестры нашему Господу Иисусу Христу. Мы усыновленные Богом благодаря вот этой жертве. Призыв здесь «боящиеся Господа, восхвалите Его». И это призыв посреди страданий хвалить Бога. Это делает Христос, это заповедано нам с вами за все благодарить. И так говорит Новый Завет. 25 стих. «Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от Него лица Своего, но услышал Его, когда сей вызвал к Нему. А Тебе хвала моя в собрании великом. Воздам обеты перед боящимися Его». Здесь далее перечислены и бедные, и богатые, приходящие на поклонение Богу. С 28 стиха. «Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, поклонятся перед Тобою все племена язычников, ибо Господне есть Царство, и Он – Владыка над народами». 31 и 32 стихи. «Потомство мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь». Весть об Иисусе Христе продолжает. Проникает во все новые и новые поколения. «Вот придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся». О том, что сотворил Господь. Сегодня мы с вами свидетели этому. Слово Божье исполняется. Новые люди приходят к Богу, молодые люди, дети, подростки, взрослые люди обращаются к Богу, слышат весть об Иисусе Христе. И снова присоединяются новые люди к потомству Господнему. Господь называет нас своим потомством, результатом дел своих, результатом этих страданий. Вот это, вот с такой целью, с таким смыслом совершил Господь. Для того, чтобы мы однажды склонились перед Ним. В молитве покаяния, попросив прощения за свои грехи. В радостной молитве принятия, что нас принял Господь, усыновил, удочерил. И мы в семье Его, мы среди Его братьев и сестер, чтобы мы прославляли Его за это великое дело нашего спасения, за эту любовь Божью, милость проявленную к нам. Мы сейчас с вами встанем, будем славить нашего Господа, в наших молитвах обращаться к Нему. Аминь.